Приветствую вас на очередном уроке курса «Компьютерная грамотность». На этом уроке я вам расскажу, как зарегистрироваться в социальной сети ВКонтакте. Именно на примере этой социальной сети мы будем проходить первую версию нашего тренинга. Именно на примере этой сети я вам покажу весь процесс привлечения клиентов от самых простых элементарных действий до полной автоматизации. В уроке покажу, как зарегистрироваться ВКонтакте на компьютере и на телефоне. Итак, я открываю браузер Mozilla. Процесс регистрации будет абсолютно одинаков во всех браузерах. Единственная убедительная просьба – не использовать браузер Ethernet Explorer. Это синенький такой с буковкой «Е», потому что этот браузер не поддерживается уже практически никакими сайтами, и информация на сайтах отображаться может неверно. Я пользуюсь Mozilla, вы можете пользоваться Chrome, Яндексом, Оперой. Это наиболее распространенные и хорошо работающие браузеры на сегодня. Открываю поисковую систему Яндекс, поиски пишу в ВК, и первое, что у меня появляется, это ссылка на социальную сеть ВКонтакте. Клик на эту ссылку. Открывается страничка авторизации ВКонтакте. Нас интересует раздел «Впервые ВКонтакте». Начинаю заполнять поля «Имя» и «Фамилия». Лучше сразу эти данные сохранить куда-то в блокнотик, текстовый документ. Вот, например, здесь. «Имя Игорь». Пишу по-русски. Я хочу работать с русскоязычной аудиторией. Но это приоритетная аудитория ВКонтакте, потому что социальная сеть русская. Фамилию указываю. Например, «Вивастаров». Указываю дату рождения. Можете указывать нереальную дату, но главное, чтобы вы указали, что вам больше 18 лет. Заполнил первый шаг регистрационных данных и нажимаю на зелененькую кнопочку «Продолжить регистрацию». Если вы пользуетесь Фейсбуком, можно зарегистрироваться ВКонтакте через Фейсбук, сразу связать эти две социальные сети. Но мы это делать пока не будем. Нажимаю «Продолжить регистрацию». И сейчас мы переходим на страничку, где вас просят ввести номер вашего телефона. Любая социальная сеть не хочет, чтобы один и тот же человек создавал множество аккаунтов в социальных сетях. И самый простой вариант – привязать один аккаунт к одному номеру телефона, например, к вашему личному. Некоторые социальные сети, тот же самый Фейсбук, требуют загрузку документов и иногда фото с развернутым паспортом, чтобы показать, что это именно вы. Мы движемся в том направлении, чтобы каждый человек имел только один аккаунт в социальных сетях. Как ввести телефон в формат, указан в примере для России, я печатаю «плюс семь», и дальше «код» и через пробел номер телефона. Я уже подготовил телефон, на который я буду регистрировать. Вот он у меня. Просто удалю вот отсюда пробельчики, выберу его и скопирую. И вставлю в поле, где контакт у меня просит телефон. «Плюс семь» уже есть. Можно ограничиться только вот так. То есть копировать можно было. Вот только это. Поле «телефон» заполнил. Отмечаю чекбокс «Я согласен». И нажимаю на кнопочку «Получить код». Сейчас на телефон вот с этим номером придет код подтверждения от социальной сети ВКонтакте. Ваш телефон должен быть включен. Нажимаю «Получить код» и жду смс-ки. Смс-ка приходит довольно быстро. Она чаще всего... Вот она пришла. Открываю свой телефон. Вижу сообщение от контакта. И пятизначный код. Вот пример этого кода. Опять же указан в подсказке. Набираю этот код. Набираю его верно. Если наберете код неверно, подтверждение не произойдет. И нажимаю «Отправить код». Я подтвердил свой телефон. И сейчас социальная сеть ВКонтакте предлагает мне придумать пароль. У меня в этом браузере не установлен Ласпас. Поэтому, пожалуйста, сразу же этот пароль сохраните. Или лучше наберите этот пароль сразу же где-то в блокнотике под номером телефона, который вы использовали для регистрации. Это должен быть достаточно длинный пароль, содержащий английские буквы, русские буквы, пожалуйста, не используйте. Желательно использовать заглавные буквы и пропись. Желательно использовать цифры. Можно использовать знаки подчеркивания. То есть, чем длиннее пароль, тем сложнее будет его подобрать или взломать. Я набрал этот пароль, сразу же его набрал в текстовом документе. Для чего? Для того, чтобы его сейчас вот так вот выделить, скопировать и вставить в поле пароль. Правой кнопочкой нажимаю, говорю «Вставить», либо нажимаю комбинацию клавиш «Контрол В» и пароль вставляется. Обратите внимание, «Контакт» проверяет, насколько хорош ваш пароль и пишет, что пароль, который я придумал, он хороший. Войти на сайт. Появляется сообщение «Вы успешно зарегистрировались». Нажимаю «Продолжить». И «Контакт» предлагает мне ввести основные данные о себе. То есть, уже пошел процесс заполнения вашего профиля. Страна выбираем, естественно, Россия. Город выбрать свой реальный город, не указывать, что вы из Москвы. Нажимаю «Продолжить». Если не хотите заполнять поля, где вы учились, где вы работали, можете нажать на кнопочку «Позже». Но я не буду сейчас тратить время, потому что все эти данные можно заполнить в настройках вашего профиля, о чем я буду говорить в отдельном уроке. Нажму «Заполнить позже». И сейчас мне предлагают привязать к моему аккаунту почту. Почту можете привязывать, в принципе, любую. Почта вам может пригодиться для получения информационных данных. В принципе, может приходиться для восстановления вашего пароля. Я вот предварительно уже даже сохранил адрес электронной почты. Видите, я все делаю это в блокнотике, чтобы выделять и копировать, то есть не тратить время на набор текста. Нажимаю «Вставить». Нажимаю «Продолжить». Почту также требуется подтвердить. Дождаться письмо от контакта. Для подтверждения почты «Контакт» опять просит у вас ввести пароль от вашей странички. Я его повторно копирую в поле. Нажимаю «Контрол В». И все. Профиль Игорь Вивастаров готов. Его можно заполнять. Сейчас я вам покажу, как зарегистрируется в «Контакте» с телефона. Это будет значительно быстрее. Сделаю для этого отдельный ролик.